здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня ввиду я михаил горин а с нами на связи из киева политтехнолог николай спиридонов здравствуйте николай здравствуйте михаил несколько новостей из украины я попросил бы вас прокомментировать начну с к вида коронавируса который в европе сейчас переживает то ли третью то ли непонятно уже какую-то какую волну но во многих странах вновь возвращаются к таким жестким карантинным санкциям и во франции в германии в германии там вообще хотели правда на пасху закрыть все и вся но вроде бы решили этого не делать и меркель даже извинилась за само за сами намерения вообще на праздники испортить немцам праздники но тем не менее в украине насколько я понимаю судя по сообщениям которые поступают тоже ситуация не лучшая и предпринимаются действительно уже драконовские меры в том числе вроде бы как я видел по сообщениям собираются страну вообще наглухо закрыть вот только непонятно на въезд или на выезд действительно мы видим по различным сообщениям ухудшение ситуации это можно видеть и по официальной информации по количеству заболевших там 18 тысяч в день были такие цифры и увеличилось количество тяжелых больных которых нужно госпитализировать насколько я вижу по статистике их как минимум четверть вот из заболевших так и по своей ленте в фейсбуке я постоянно вижу что постоянно люди пишут о своей болезни некоторые вот к сожалению даже умирают и есть ощущение что снаряды все ближе как-то все больше людей из окружения заболевал что касается мер вот закрыты в киеве например торговые центры закрыты рынке всех непродовольственных товаров то есть например одежду достаточно трудно купить и вот все товары которые и вроде как не первые необходимости с другой стороны в украине гарантийные меры немного легче насколько я понимаю чем например в израиле по той причине что украина страна менее технологичная то есть вот если в ряде стран отслеживали передвижение еще и людей чтобы они там на километрах дома не отходили или что-то в таком духе то в украине пока вот таких мер не предпринимают их предпринять достаточно сложно что касается въезда то украину на въезд не то чтобы закрывают но уже начинают тоже требовать по крайней мере негативные пцр тесты то что в общем то делают практически во всех странах мира но мы ждем буквально ближайшее время еще дальнейшей порции ужесточений в том числе может и въехать станет еще сложнее скажите пожалуйста что происходит с вакцинацией потому что тоже поступают разные сведения с одной стороны говорят о том что вакцинируется очень мало с другой стороны что вроде бы вакцина все-таки есть там к ней есть может быть претензии есть опасения по поводу того стоит ей вакцинироваться или нет но она есть и еще одно сообщение было что вроде бы разрешили вакцинироваться через частные клиники тут непонятно это за деньги или не за деньги что происходит здесь по официальной статистике около 180 тысяч украинцев вакцинированные в первый раз как мы знаем повторное вакцинирование потом нужно проходить то есть темпы достаточно невысоке учитывая что в украине ну по разным данным около 35 миллионов населения некоторые оптимисты даже называют цифру 40 миллионов ну возьмем даже цифру 30 допустим миллионов ну 180 тысяч это получается довольно незначительная пока еще часть населения многие украинцы этой вакцине не доверяют и сейчас ну скажем так пока не просто даже желающим вакцинироваться это нужно быть или чиновником или випом пока вот обычные там даже госслужащие только написали о том хотят ли они вакцинироваться в принципе вот один дужественный вуз соответственно сообщал мне такую информацию что язык сотрудников примерно 45 процентов выразили желание вакцинироваться а 55 процентов такого желания не выразили при этом даже из тех 45 процентов которые подали заявку это не значит что они планируют это делать это значит что они хотят оставить за собой такую вот из серии что когда пройдет там два-три месяца или какое-то еще время и дойдет до них очередь то вот тогда они подумают а я записать отказ то скорее всего очередь и не дойдет поэтому соответственно с вакцинированием в украине все достаточно сложное и доверия к действующей вакцине ну те кто хотят завакцинироваться и имеют такую возможность прошу прощения нет и нет возможность стать в очередь пока что ну-ка до кого очередь все-таки доходят они делаются бесплатно да да кого доходят делают бесплатно но уходили еще месяца полтора назад разные слухи о том что можно вакцинироваться и за большие деньги и скорее всего обеспеченные люди вакцинировались более качественной вакциной за свой счет а индийской вакциной вот сомнительной и вроде как вакцинирует за деньги бюджета но сложно попасть в эту очередь понятно и следующая тема это тоже разноречивые данные которые поступают по поводу донбасса вроде бы там возобновились чуть ли не военные действия с другой стороны говорят о каком-то временном нарушении огня незначительном что происходит в реальности в реальности там наблюдается достаточно стойкое нарушение режима тишины который продержался около года и было мало потери сейчас вот были такие дни когда сообщали например о четырех погибших украинских военнослужащих разумеется это не полномасштабные военные действия но тем не менее это уже и не тишина и поэтому стороны обмениваются различными обвинениями официально киев обвиняет сепаратистов нарушениях сепаратисты естественно противоположно пытаются обвинить официально киев но в любом случае мы видим что зеленский внутри украины встал на закручивание гаек определенные и нанесен был недавно удар по китаю речь идет о национализации мотор switch при наличии там китайских серьезных инвесторов и соответственно российская сторона видимо тоже отвечает взаимностью то есть усиливает напряжение на донбассе скажите пожалуйста с российской стороны раздаются причем уже на самом высоком уровне это был пресс-секретарь президента такие полу угрожающие высказывания что если вдруг на донбассе сейчас будет наступление то и так далее и делаются какие-то намеки чуть ли не на присоединение опять донбасса к россии хотя до сих пор это все отрицалось даже сама возможности вероятность этого то ли участие в каких-то полномасштабных военных действиях это все на ваш взгляд и на как бы как это выглядит из киева это все пустые угрозы попытка обострить ситуацию и напряженность или же реально ситуация обостряется ситуация реально обостряется причем и на геополитическом фронте тоже мы например ну наверное все там большинство наших зрителей читали книгу сбегнева бжезинского великая шахманная доска которая написана 97 году там страшным сном бжезинского было объединение ось соответственно россии с германией но теперь мы видим определенное объединение россии с китаем по ряду я политических вопросов конечно россия выступает младшим партнером китая но тем не менее китай уже идет на достаточно серьезную конфронтацию соединенными штатами америки в борьбе за и статус страны номер один в мире и соответственно россия как партнер уже тоже начинает меньше бояться санкций и больше быть готова к обострению по сути мы вот получаем ситуацию чем-то похожую на ситуацию времен советского союза когда был мир двухполярный условное капиталистическое общество и условный социалистический порядок и соответственно но после развала советского союза россия такого прямо аргументированного вызова соединенным штатам не бросала потому что не было на это ресурсов а сейчас похоже вызов бросает китай и россия тоже вот в партнерстве и соответственно готова к более жестким действиям и на донбассе в том числе скажите пожалуйста на ваш взгляд новая администрация в белом доме появление там президента байдена это как-то упрочило положение украины в ее спорах с москвой или же нет я спрашиваю вот почему потому что буквально несколько дней назад было заявление президента украины после достаточно долгого периода когда этой темы вообще не касались по поводу крыма может до сих пор был крым как бы выведен за скобки и донбасса и других процессов переговорных и было заявление по поводу крыма была принята программа деоккупации крыма было какое-то туманное заявление о том что если вы когда киев вернется в крым то русским придется оттуда русским гражданам придется оттуда переселиться в россию и так далее она же не на пустом месте взялось это все связано с поддержкой белого дома или же или же это совершенно другое что касается поддержки белого дома тут ситуация противоречивая с одной стороны демократы и байден занимают более острую позицию чем занимал даже трамп из байдена журналисты даже вот вытянули эти слова относительно того что он считает путина убийцы и хотя это не было строго говоря заявление байдена у него журналисты спрашивали считаешь считаете ли вы соответственно президент россии убийца и на это просто байден ответил что да там счета с другой стороны отношения между администрацией президента байдена и офисом президента украины не особенно теплые хотя бы исходя из того что никакого даже формального телефонного разговора между байденом и зеленским до сих пор не состоялась и в результате украина в этом новом двухполярном мире занимает достаточно однозначную позицию на стороне соответственно соединенных штатов и запада и пошла на открытую конфронтацию с китаем по вопросу мотор сеть что уже грозит судами и грозит достаточно серьезными проблемами ну скорее всего да вот когда украина тоже определенным образом шла на обострение речь идет и о закрытии определенных телеканалов и так далее то скорее всего по крайней мере не подняли формальной поддержкой и соединенных штатов америки при этом заручились если не рассматривать конспирологическую версию что соединенные штаты сами этот вопрос эти вопросы инициировали николай спасибо за ваш комментарий всего вам доброго спасибо и вам на этом все напомню что с нами на связи был политтехнолог николай спиридонов до свидания